В следственных подразделениях Брестской области в первом полугодии 2016-го находилось в производстве более 9 тысяч уголовных дел. Ведомством обеспечена высокая оперативность их расследования, а также рассмотрение материалов проверок. Меня радует, что на Брещене самое оперативное расследование в стране, то есть в срок до одного месяца в соответствии с моими требованиями, следователи Брестской области закончили порядка половины уголовных дел. Это очень серьезные показатели, они примерно на 6% подорвались от других регионов республики. В соответствии с критериями оценки следственной деятельности Брестская область занимает третье место среди регионов страны, что является одновременно отражением серьезной продуктивной деятельности и стимулом для повышения эффективности. Еще есть куда расти. Среди проблем, рассмотренных в ходе совещания, возросшее количество оправдательных приговоров. Из проблем, которые сегодня будут озвучены на совещании, я бы отметил, наверное, только возросшее количество оправдательных приговоров. Их за первые полугодия семь. Это цифра, которая тоже в определенной степени характеризует качество следствия. Я думаю, что мы найдем причины, по которым были вынесены эти праздные приговоры и не допустим их впредь. Еще одно приоритетное направление, которое находится на особом контроле главы ведомства – работа по возмещению имущественного вреда, причиненного потерпевшим. Важным пунктом повестки дня прошедшего совещания стало награждение. 19 сотрудников ведомства, отличившихся во время выполнения своих служебных обязанностей, были поощрены грамотами, благодарностями, получили медали из рук председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, а также начальника Брестского управления Александра Рахманова. Присвоены очередные специальные звания. В числе получивших грамоты – следователь Барановичского межрайонного отдела Елена Лицкевич. В ведомстве она служит менее года, но уже имеет серьезные результаты. В апреле 2016-го следователь раскрыла два дела, возбужденных по факту хищения денежных средств. Хотя сама Елена Васильевна себя героем не считает и говорит, что без помощи коллег работать было бы гораздо сложнее. С помощью коллектива первого отделения все получилось. Конечно, это очень приятно. Я надеюсь, что дальше я тоже буду достойно нести свою службу.